Мудрый человек понимает, что его слова сегодня определяют курс для его жизни завтра. И мудрый человек, несмотря на то, что, возможно, он переживает сейчас в своей жизни какие-то вещи, которые его не радуют, мудрый человек и верующий понимают, что язык подобен удилам во рту коня, подобен рулю корабля. Своими словами я могу определять свое будущее. Если бы мы в это верили, друзья, если бы мы в это верили, мы бы постоянно следили за тем, что выходит из наших уст. Если вы не хотите чего-то, не говорите это. Если хотите чего-то, говорите это. Если вы хотите что-то отличное от того, что вы имели, вы должны начать говорить что-то отличное от того, что вы говорили. Итак, давайте будем идти от места Писания к месту Писания. У меня есть другие переводы этих мест Писания с притчей, и я по ходу буду читать их. 6 глава притчей, 2 стих Если можете, возьмите свою Библию и читайте её вместе со мной, когда мы будем идти от стиха к стиху Притчи 6, 2 Он сказал следующее Ты опутал себя словами уст своих Пойман словами уст твоих В другом переводе Библии сказано То, что ты говорил своими устами, победило тебя Могут ли неправильные слова ваших уст завести вас в рабство? Могут ли они поймать вас в ловушку, уловить вас? Так говорит Библия Откройте 10 главу 10 глава притчи Как я уже сказал, мы уделим этому какое-то время Поэтому просто расслабьтесь Сядьте со своей Библией, открывайте её вместе со мной на каждом месте Писания Так, чтобы вы знали, что я ничего не придумываю, что это Библия 11 стих 10 главы притчи говорит Уста праведника — источник жизни Уста же беззаконных заградит насилие Уста праведного — источник жизни Жизнь выходит из уст мудрого Смерть выходит из уст глупого Опуститесь к 19 стиху Притчи 10-19 Там говорится «При многословии не миновать греха А сдерживающий уста свои Разумен» Отборное серебро — язык праведного Сердце же нечестивых — ничтожество И послушайте другие переводы Библии Септуагинта Высокоуважаемый греческий перевод говорит «Говоря много, вы не можете избежать греха Но если вы сдерживаете свои уста, вы будете мудрыми» В другом переводе говорится «Где много разговора, там не будет конца греху» «Но тот, кто держит язык за зубами, поступает мудро» Задумайтесь над тем, что он только что сказал «Если вы всегда говорите, при многословии не миновать греха» Господь сказал мне кое-что годы назад Что я старался практиковать Я делал определенное количество исповеданий И в самом начале я пытался проследить за тем, как много я их смогу сделать Потому что я узнал, что мои слова могут изменить мою жизнь И поэтому я начал делать много разных исповеданий И Господь проговорил ко мне и сказал «Сын, если ты будешь более избирательным, ты будешь более эффективным» Не смотрите просто, как много вы можете говорить и как много всего вы можете сказать Некоторые люди думают, что главное — это количество Если я просто много всего скажу и заброшу туда кучу исповеданий Может, некоторые из них попадут в цель Может, некоторые из них принесут какую-то пользу Если я просто помолюсь кучей молитв, тогда может, Господу понравится одна из них Чем больше молитв я произношу, тем есть большая вероятность, что одна из них принесет какие-то результаты Нет, это неправильное мышление В действительности это ранит вашу веру Когда вы говорите что-то, и это не исполняется Когда вы молитесь о чем-то, и этого не происходит, вы не получаете результаты Вы не получаете ответы на свою молитву, и это ранит вашу веру Поэтому не нужно просто говорить что-то и говорить что-то И не получать результаты и говорить, ну я просто скажу кое-что Нет Обдумайте, что вы будете говорить Обдумайте, во что вы будете верить И затем, когда у вас есть уверенность, говорите это И затем держитесь этого Продолжим читать дальше Перейдем к 12 главе притчей Притчи, 12 глава, 6 стих Вторая часть стиха говорит «Уста же праведных спасают их» Вы слышали это? Уста же праведных спасают их Люди ищут спасения и избавления Как я могу из этого выбраться? Как я могу освободиться от этого рабства? Библия говорит «Уста праведных, и вы сделаны праведными в Иисусе» Уста праведных спасают их Писание говорит в послании к Колоссянам 1.13 Что мы были избавлены от власти тьмы Есть сбитые с толку христиане, которые ходят оттуда сюда и отсюда туда Пытаясь найти кого-то, кто бы освободил их, кто бы избавил их Я пытаюсь найти кого-то, кто мог бы помолиться молитвой веры Тем не менее, они постоянно говорят «Я связан, я связан, но вы должны освободить меня» Люди могут помолиться за вас и оказать вам временную помощь Но если вы не перестанете говорить «я связан» Если вы не начнёте говорить «я свободен» Я был освобождён и избавлен Вы не будете переживать настоящей постоянной свободы Вам нужно говорить это, даже когда вы этого не чувствуете, даже когда оно таковым не выглядит. Вы начинаете говорить, «Я свободен, я свободен». Несколько дней назад я рассказывал вам историю о человеке, который начал говорить, «Я свободен от сигарет, я свободен». Не ходите и не говорите, «Я связан». Говорите, «Я свободен». Я встречал христиан, которые смотрели на меня со слезами и говорили, «Брат Кейт, я думаю, во мне не те духи, я просто в рабстве. Я нуждаюсь в освобождении, я нуждаюсь в освобождении». Я верю в изгнание Духа властью имени Иисуса. Но я также знаю, что кто бы за вас ни молился, кто бы ни возлагал на вас руки, какое бы у них ни было помазание или какую бы помощь вы на тот момент не получили, если вы не перестанете говорить «Я связан», если вы не перестанете говорить во мне какие-то духи, тогда вы будете оставаться в рабстве. Возьмитесь за свои уста, заставьте свой язык выполнять его обязанности. Провозглашайте свободу. Не важно, что вы чувствуете или видите, говорите вслух «Я свободен во имя Иисуса». Распознайте источник этих мыслей и откуда они приходят. Знаете, я слышал, как один служитель сказал это несколько лет назад. Это действительно засело во мне. Он стоял наверху высокого небоскреба и смотрел вниз. И там, далеко внизу, машины и люди казались такими маленькими. И к нему пришла такая мысль «А почему бы тебе не прыгнуть вниз?» Он стоял на маленьком балконе с небольшими перилами. «Почему бы тебе не прыгнуть вниз?» Он посмотрел вверх и сказал, «Сам прыгай, я не буду. Я не глупец». И я подумал, «Здорово». Понимаете, он понял, что это была не его мысль. Она приходила оттуда. Влияние врага. Я говорю это потому, что многие христиане... Я разговаривал с людьми, часами консультировал некоторых из них, которые этого не сделали. Они бы, наоборот, вцепились в перила и сказали, «Что со мной не так?» Мысли о том, чтобы прыгнуть вниз, должно быть, я склонен к самоубийству. И дьявол скажет, «Да-да, ты склонен к самоубийству. Должно быть, у меня дух самоубийства». И дьявол добавит, «Нет, у тебя два, у тебя три духа». Если вы начнёте верить в это и исповедовать это, вы откроете дверь для рабства. Друзья, когда вы исповедуете рабство и исповедуете, что «Во мне какой-то дух, у меня то, у меня боязнь этого, у меня слабость перед тем», вы не можете так говорить, если вы верите тому, что мы читали из Писания. Нет, даже когда вы чувствуете себя связанными, исповедуйте свободу. Даже когда вы сталкиваетесь с немощью и болезнью, исповедуйте исцеление. Даже когда вы сталкиваетесь с долгами и недостатками, исповедуйте преуспевание. Посмотрите на кучу счетов на вашем столе и скажите, «Я не движим этим. Я не забочусь во имя Иисуса. Мой Бог восполняет все мои нужды. Я оплачу каждый счёт». Продолжим читать дальше. Притчи 12, 6. «Уста же праведных спасают их». Перейдём к 14 стиху. 14 стих говорит, «От плода уст своих человек насыщается добром. От плода уст своих. От плода уст своих». В переводе Мафата говорится, «Человек пожинает результаты всех своих слов». «От плода своих слов человек будет весьма удовлетворён и насыщен». Поэтому, если вы не удовлетворены и не насыщены, сразу же проверьте, что вы говорите. Что вы говорите? Если вы говорите, «Я не удовлетворён», «Я не насыщен». Нет, начните говорить. «Я живу в благословении Господнем». «Я наслаждаюсь полнотой благословения в Иисусе». Начните говорить слова удовлетворения и насыщения. Вы будете насыщены, как говорит Писание словами ваших собственных уст. Если вы постоянно говорите, что вы не удовлетворены и не насыщены, и у вас нет того и этого, и вы не знаете то, и вы не можете сделать это, вы будете жалкими, вы будете несчастными. Но если вы начнёте говорить о том, что у вас есть... «Я был благословлён всеми благословениями в небесах во Христе Иисусе». Мне было дано всё потребное для жизни и благочестия. Я могу делать всё со Христом. И прежде чем мы пойдём дальше, я хотел бы... Нет, извините, я движусь слишком быстро. Прочитайте следующий стих, и затем мы отметим некоторые вещи. 18 стих той же главы говорит. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». В другом переводе Библии говорится, «Необдуманные слова пронзают, как меч, а язык мудрого приносит исцеление». Ещё в одном переводе сказано, «Некоторые, когда говорят, ранят, как мечом, а язык мудрого исцеляет». Глупый человек говорит слова, которые ранят. Резкие, язвительные слова, которые ранят, которые разрушают. А мудрый человек может словами нести исцеление. Знаете, иногда люди больше сосредоточены на том, что они могут почувствовать, когда к ним прикасаются, и они думают, «Кому-то нужно возложить на меня руки, и через возложение рук в меня может войти помазание». Да, верно, может. Но понимали ли вы, что помазание может войти в вас через слово, через сказанное слово, так же реально, как если бы кто-то прикоснулся к вам, возложил на вас руки? Библия говорит, «Он послал своё слово и исцелил их». Я хочу, чтобы мы научились говорить слова. Говорить слова в своё тело. Говорить слова в свои взаимоотношения, которые исцеляют. Были люди, которым вы сказали какие-то грубые слова, какие-то язвительные, резкие слова. Они пронзили, как меч или как нож. Но вы можете это изменить. Вы можете говорить слова исцеления в то, что было разрушено.